Так, здравствуйте. Коллеги, наверное, думают, давайте начинать, потому что на часах у них 10.00. Чтобы вас не задерживать, разрешите мне приступить. Зовут меня Оксана Сергеева, я работаю в компании E-POM Systems. И сегодня решила себе попробовать новую для себя роль публичного выступителя. На самом деле, это у нас второе выступление в жизни, поэтому не ругайте пианиста, он играет, как умеет. Это дисклеймер номер раз. А дисклеймер номер два, презентацию буду стараться вести на русском, но тем не менее, английские слова будут встречаться как по ходу презентации, так и по ходу моей речи. Как один из моих коллег сказал, это не эстетично, но пианично. Это дешево, наверное, не эстетично. Да, действительно. И да, я думаю, моя презентация самая короткая из всех представленных на этой конференции, она всего лишь 19 слайдов, включая вот этот слайд и последний со знаком вопроса. Что наталкивает на мысль о том, что я не собираюсь много здесь глаголить какой-то теории, пересказывать умные книжки или чьи-то умные мысли. Скорее я хочу, чтобы эта аудитория начала задавать мне какие-то конкретные вопросы. Ибо, еще раз оговорюсь, я не профессиональный докладчик, я не профессиональный тренер, по конференциям я не тусуюсь. И по жизни я просто практик, который уже выполнил кучу проектов и со сложными заказчиками и несложными заказчиками, со сложными командами и несложными командами. И, наверное, в голове моей где-то там на задворках есть куча всякой информации, с которой, может быть, вы не встречались, а, может быть, тоже встречались и не знали, как разрубить их дух, он этот ответ есть у меня в голове. Поэтому, еще раз, презентация 12 слайдов, у нас полтора часа времени. Вы можете себе представить, что хорошо, если моя презентация займет половину этого времени, вся остальная половина времени – это ваши вопросы. Либо вопросы по ходу, либо какое-то живое обсуждение по ходу. Если вы будете видеть, что там какой-то слайд, какое-то слово, какая-то моя фраза вас подталкивает на какие-то вопросы. Итак, стартанем. Как принято ли на конференциях такого рода, начнем с собственной рекламы. Я свою профессиональную деятельность начала в 1992 году. И вот это название «программист» – оно такое обобщенное. И включает в себя целую эпоху моей жизни, когда я работала программистом сначала в Гробинском государственном университете по совместительству, работала преподавателем информатики, физико-технического лицея. И работала программистом в Фонде социальной защиты. Сначала в областном управлении, потом я была переведена в Центральное управление Фонда социальной защиты здесь, в Минске. И старт моей карьеры в ЕПА в 2000 году, куда я тоже перешла на должность просто программиста. Это, кстати, интересно всегда получалось. Я начинала с программиста в какой-то организации, доходила до ведущего программиста, переходила в другую организацию. С понижением должности я опять доходила до какой-то должности, опять переходила с понижением. И вот с 2000 года, когда я начала работу в ЕПА, на самом деле и началась вот эта восходящая прямая, а может быть и не очень. И я отработала какое-то количество лет сначала просто софляемой интенс инженера. Дальше я была поднята на должность проектного координатора. где-то в 2002 году и работала с небольшими командами. С 2004 года я стала играть роль проект-менеджера. И уже размер команд начал варьировать. И, кстати, вот эту роль проект-менеджера я на самом деле играю до сих пор. То есть вот этот 80 человек. Проект, это проект, которым я сейчас занимаюсь. В 2011 году, то есть совсем, можно сказать, недавно, я в нашей компании возродила, можно так сказать, бизнес-анализе с ЮНИТ. Не знаю, насколько здесь есть люди, которые знают о ЕПАМе. Он когда-то у нас, этот ЮНИТ, существовал. Пока я была маленьким проект-координатором, у нас был ЮНИТ с сильными очень бизнес-аналитиками. Потом как-то он растворился. И в прошлом году я решила его возродить, потому что я видела, что как-то бизнес-аналитики у нас в компании все равно остались. Они где-то есть, они есть на проектах. Они как-то были размазаны по этим проектам. И на самом деле никто не видел просто работу бизнес-аналитик. Никто не понимал, а где они есть. И когда к нам начали поступать от новых проектов запросы на предоставление бизнес-аналитиков, получалось, что очень трудно найти этих бизнес-аналитиков, потому что мы не знали, а где они есть. Поэтому я убедила руководство, что нужно восстановить этот отдел. И вот здесь присутствует Лена Гончар, которая ему сейчас возглавляет. Она основной драйвер и мой помощник в том, чтобы этот отдел существовал и развивался. Я убедила. Старгануло 6 человек, уже сейчас больше 20 человек. Это менее чем завод. И вот уже совсем недавно меня назначили на должность руководителя подразделения Microsoft Technologies. То бишь я буду отвечать не только за бизнес-анализ группы, но еще и за группу разработчиков, которая занимается именно Microsoft Technologies. А работая на различных проектах, сталкиваясь с различными ситуациями, особенно в ключе, как же к этим проектам приспособить бизнес-аналитиков. Потому что вы знаете, наверное, что компания E-PAM Systems занимается аутсорсингом. То, что я сейчас называю аутсорсингом, наверное, уже начинает вреду отходить. Это понятие. И там все компании уже глобальные, и никого аутсорсингом не видишь. Но, тем не менее, это накладывает свой отпечаток на то, какие проекты у нас. Они очень разношастные. И мы работаем с так называемыми, то есть производителями программных продуктов, коробочных программных продуктов. и занимаемся кастом-девиал-отменкой, и занимаемся поддержкой. И много-много всяких разных вещей делаем. И проекты, опять же, попадаются разные. И в каждом проекте, в который я попадала, я находила место бизнес-аналитику. Что меня натолкнуло как бы на то, как-то попытаться сверху на это все посмотреть и подумать, а что же можно рассказать такого бизнес-аналитику, что ему можно подсказать, на что обратить внимание, прежде чем он попадает в какой-то новый для себя проект. И, собственно говоря, это задает такой вот вопрос. Зачем бизнес-аналитику понимать, на каком типе проектов он работает? И я думаю, что вопрос, в принципе, точнее ответ, в принципе, очевиден. Дело в том, что бизнес-аналитик, как любому человеку, работающему на проекте, как проект-менеджеру, как девелопер, как тестировщик. В принципе, нужно понимать риски, которые этот проект может нести. Нужно понимать, к чему быть готовым. Нужно адаптировать свои знания, свои умения к тому типу проекта, на который он попадает. Чтобы с одной стороны минимизировать какие-то риски, с другой стороны организовать свою работу наиболее эффективно и таким образом приносить наибольшую выгоду проекту. Чтобы, собственно, подобрать какой-то инструментарий, подобрать формат артефактов. И вот эти фотографии здесь на самом деле не случайно, потому что, когда я пыталась продумать аналогию, я поняла, что это так же, как мы готовимся к отпуску. Прежде чем купить себе какую-то одежду, обувь, какие-то... по-русски это equipment, по-русски... снаряжение. Купить себе какое-то снаряжение, то человек сначала должен определиться, в какой же он отпуск собирается. Полежать на пляже, походить ногами по лесам, по горам, или посидеть в какие-то сети-туре. А что, как бы, здесь важно с моей точки зрения? Знаете, когда в 2004 году я была назначена на роль проектного руководителя, на проект, где не было бизнес-аналитика. На проект, где заказчик был постоянно недоволен. На проект, где качество продукта со временем не улучшалось, а ухудшалось. И это приводило к частым конфликтам не только между командой и заказчиком, но и внутри команды. Тестировщики катили бочки на разработчиков, разработчики катили бочки на тестировщиков, и все вместе катили бочки на проектного руководителя. Проработав в таком проекте какое-то время, и как это вводится, когда ты растешь, тебя же не готовенького назначают, ну, должность project-менеджера, а скорее ты сначала говоришь так, ну, наверное, я смогу, потом тебя назначают, потом ты так, ух, как тяжело, как ужасно, как страшно, и пытаешься что-то делать, и что-то получается, что-то не получается. И я оказалась в такой ситуации, что я вижу, что качество падает, заказчик недоволен, команда недовольна, все ругаются и думают, что же делать. Проанализировав проблемы, которые на самом деле заключались в том, что заказчик вообще считал, что бизнес-аналитики не нужны, потому что я же формулирую вам требования, ну, вот возьмите эти требования и заимпрометите, чего уж тут проще, да? А получалось так, что каждый разработчик-то понимает по-разному, да? И если требование звучит «Сделайте мне экспорт данных», да, то окей, один разработчик поймет, что достаточно сделать экспорт в Excel-файл, и нужно поставить галочку «Да». Когда это возвращается к заказчику, он начинает кричать «А, где мой PDF?», да? И начинается вот эта метусня, перебрасывание мячика с одной стороны на другую, кто же виноват. И в какой-то момент мы просто пришли к заказчику и сказали, что «Дорогой заказчик, мы тебя, конечно, уважаем и любим, но дальше так продолжать работать невозможно». Для нас проект перестает быть требуемым, потому что все, что он считал, что мы сделали не так, потому что мы его не поняли, это падало на нас, как так называемый «Warranty Support» или «Гарантийная поддержка», да? И, соответственно, мы за это деньги не могли с него брать, да? И мы предложили схему включения бизнес-аналитика. И вот тут встал вопрос. Окей, бизнес-аналитик, что он должен делать, как он это будет делать, как его встроить в тот процесс, который уже как-то наладился на проекте, как истимировать его работу, сколько нужно бизнес-аналитиков, чтобы успевать принимать рекварименты и их обрабатывать и каким-то образом специфицировать. Каким вот таким вот образом специфицировать? И не имея опыта, во-первых, еще опыт в проектном руководстве был не такой большой. Во-вторых, опыта в бизнес-анализе как такового не было, за исключением того, что вот работая программистом, я сама требования уточняла всегда, да? Стал вопрос, а откуда вот этот опыт взять? Естественно, ну, первым делом интернет, да? И то, что я находила в интернете, вот, простите, пожалуйста, и то, что я находила в интернете, мне казалось очень сложным, потому что на тот момент, середина считания, в тысячиных годах, бизнес-анализ, теория бизнес-анализа, описывалась скорее вот в рамках таких вотерфольных методологий, в рамках итерационных или руковских методологий, да? И это было что-то такое сложное с большим количеством документации. Документация обычно была в фарма, в ордовском формате, да? И я понимала, что на моем проекте, где нужно сделать все еще вчера, это просто не будет работать. Потому что бизнес-аналитик не будет успевать, уже не разрешили одного ввести, да? На команду из пятерых-шестерых разработчиков и плюс еще тестировщики. Просто бизнес-аналитик не успеет все это переварить. И я тогда, помню, наворачивала круги по ИПАМу, спрашивала советы у своих коллег, а как они делают, а что они делают. И опять же, я сталкивалась с ситуацией, что да, у нас есть бизнес-аналитики, они сильные бизнес-аналитики, они знают все правильные процессы бизнес-анализа. Но когда я видела те артефакты, которые мне показывали, я поняла, боже мой, в свой проект, и я это не встрою, потому что, ну, просто бизнес-аналитик умрет. И мне пришлось выкручиваться, то есть придумывать что-то свое. И все это встраивать в такой процесс, ну, который сложился, да? И потом уже чуть позднее ко мне пришло понимание, а что за процесс у меня был такой, да? И как его можно было назвать, и как его можно было растратировать. И вот, опять же, по прошествии лет, набив 200 тысяч шишек на собственной голове, неоднократно там теряю вес и набираю вес, потому что очень часто приходилось сталкиваться со стрессовыми ситуациями. Я в конце концов подытожила, что прежде чем начать какой-то проект, нужно просто задуматься, что это за проект и как его разложить на какие типы. И вот такое, как бы, да, с этим слайдом я попыталась изобразить вот тот раздрайв в голове, который может случиться у либо неопытного проект-менеджера, либо неопытного бизнес-аналитика, когда они попадают на новый проект, и им нужно организовать работу команды, и при этом еще включить туда и бизнес-аналитика. И если от этого всего как бы вот абстрагироваться, то на самом деле все типы проектов, то есть достаточно понимания разделения на эти три типа проектов. Конечно, это не весь список, да, и он гораздо больше, и можно говорить о типизации проектов и по размеру команды, и по сложности программного продукта, и по бизнес-домему, и так далее и тому подобное. Но вот то, что влияет на работу бизнес-аналитика, это вот эти три вещи, над которыми нужно задуматься, чтобы каким-то образом сформулировать тот подход, тот способ работы бизнес-аналитика, который поможет ему наиболее эффективно выполнять проект. Дальше, собственно говоря, я думаю, будет информация по большей части вам знакома, да, давайте так, сколько из вас присутствующих здесь проект-менеджеров? Так, хорошо, уже радует. Коллега, я буду очень благодарна, если вы меня поддержите своими какими-то наблюдениями, замечаниями, и, может быть, корректировками, хорошо? А сколько из присутствующих здесь считает себя бизнес-аналитиками, занимается бизнес-анализом? А кто имеет должность, которая так и звучит, бизнес-аналитик? Так, я так понимаю, что все остальные это либо разработчики, либо тестировщики, все верно? Окей. Кстати, у нас в компании долгое время так и было. Можно было обнаружить проект, это вот то, что мне Лена, когда в прошлом году она стартанула организацию Юнита, она обнаружила, что у нас, оказывается, бизнес-аналитиками были и разработчики, и тестировщики, ну все, или кого-то еще. Тихрайтеры. Да, техрайтеры, БМ. Вот это люди, которые играли роль бизнес-аналитика, оказывается, просто будут выделенного бизнес-аналитика, но при этом назывались тестировщиками, разработчиками. И мы с этим, кстати, тоже навели порядок, затребовывали, чтобы их переименовали. Следующие слайды, наверное, вам покажутся знакомыми, опять же, это просто, чтобы убедиться, что мы все в СМП, то есть, понимаем все одинаково, потому что дальнейшее понимание будет отталкиваться от этого. Итак, типы проектов в зависимости от методологии. Итерацион. Например, ROOP. Что он из себя представляет? То есть, это четкое деление на фазы. Если мы берем ROOP, то это четыре фазы. Начальная, которую по-английски называют perception, уточнение по-английски elaboration, конструирование, construction, и внедрение. Дипломинг, либо transition, еще некоторые называют. Состоит из девяти дисциплин. Шесть основных и три поддерживающих бизнес-регуарментс, аналитис, систем-моделинг, девелопмент, тестинг и так далее. И если, может быть, кто-то из вас помнит картинку, то есть там отчетливо видно, что разные роли в проекте на разном этапе, вот из перечисленных, вносят разный вклад. То есть бизнес-аналитик больше на этапе уточнения, начального уточнения и меньше на этапе конструирования, еще меньше на этапе внедрения. Тестировщики, наоборот, чуть позже начинают. Вот. То есть вот это основное отличие, что неравномерно распределена нагрузка различных ролей в зависимости от этапа проекта. Ну и всем известный Agile, да? То есть сюда мы можем относить и Scrum, и Kanban, и XP, и кучу разных прочих Agile. Его отличительная особенность операционных подходов в том, что участие ролей оно размазано одинаково. То есть, например, если мы выполняем проект по Agile и у меня участвуют в этом проекте бизнес-аналитики, разработчики и тестировщики, то они все стартуют одновременно. И все заканчивают одновременно. Если я заэстимировала на команду из 8 человек 2 бизнес-аналитика, 4 разработчика и 2 тестировщика, они у меня стартуют одновременно и одновременно заканчивают. Правда, я могу сказать, у меня Agile тоже стартует с начальной фазы. Некоторые еще называют discovery phase. Без этого просто нельзя. Если это особенно новая разработка, обязательно стартануть с этой фазы. Чтобы понимать, что мы делаем. Оксана, можно вопрос? Да. А вы по каким процессам работаете? Реально у себя? Какие используются? Смотрите, я работала в итерационном процессе. Я не могу сказать, что это рук, но это был адаптированный рук, потому что ГИПАМ с самого начала, практически сам начинал, точно с 2000-го где-то года, заявил себя, заявил свои процессы как рук-ориент, то есть ориентированный на рук. поэтому мы старались проекты свои строить именно на итерационном подходе. Сначала что-то уточняли, потом это разрабатывали, тестировали и вставляли заказчику. В последнее время, поскольку Agile во всем мире набирает обороты, от итерационных, во всяком разе то, что я вижу в ГИПАМ, от итерационных подходов уже немножко уходят, и больше используется Agile. Здесь можно сказать, что в основном я работала по скраму. То есть я не могу сказать, что это идеальный скрам, и я не верю, если кто-то скажет, что я работаю по идеальному скраму, но это очень близкий к скраму процесс, то есть с фиксированными итерациями, с планированием перед итерацией, с ретроспективами, после итерации, с постоянным деливеринг заказчику, Continuous Integration, с Automated Testing и так далее. Есть у меня команды, которые работают по Kanban. В основном Kanban мы сейчас используем в рамках тех проектов, где Ебам участвуют как команда для Independent Software Vendors, то есть продуктовой разработки, которая делится собственно на New Versions Development и поддержку они называют Sustain предыдущих версий. Так вот команды, они еще называют это Development Services, команды, которые занимаются предыдущими версиями, они у нас работают по Kanban. XP я никогда не использовала. и могу сказать вам почему. Потому что XP мне кажется очень дорогая методология, то есть там в Redundance очень много парного программирования, такие вещи, которые просто когда приходит заказчик, чтобы ему то же самое quality продукта обходилось дешевле, как-то говорится давайте мы вам и это, и это, и это, и цена вот так вот растет. То есть как-то не находились такие у нас заказчики, которые готовы платить очень дорого. все это аккумодули. Ну и последний тип, что-то свое. Я тут давеча заходила на сайт HappyPM Саши Орлова. Он постоянно время от времени запускает свои эти опросы, по какой методологии вы работаете, и там можно найти и через одно место, и так, и сяк. И кстати, последнее время лидирует agile собственного приготовления. Так вот, вот это что-то свое. Наверное, это и есть agile собственного приготовления. Я могу сказать, что такие проекты и в ЕПАМ есть, потому что заказчики разные. На таких проектах мне приходилось работать в самом начале моей карьеры, когда все это только становилось. Поэтому там каждый проект использовал свои какие-то подходы, свои какие-то процессы, и как-то их обобщить и сформулировать было очень трудно. В зависимости от ценообразования. Ну, здесь, наверное, все просто и все знают. Это фикс-кост либо фиксированная цена. И здесь может быть два варианта, Ай-яй-яй, были у меня. Оплачивается, да, фиксированная цена оплачивается либо по фазам, либо по завершении проекта целиком. И таймин материал у нас, например, встречаются две основных модели. Либо заказчик платит за фактически выполненные работы каждый месяц, либо он просто приходит и говорит, продайте мне команду из 10 человек, мне нужна команда из 10 человек. и ровненько каждый месяц за 10 человек на платье. Думаю, ничего вам не сказал, да? По цели и скопу. Вот не нашла красивое русское слово скоп. Объем не нравится мне говорить слово объем, не знаю, объем работа. Поэтому я люблю английское слово скоп. Он такой юрг и короткий. Здесь я разделяю новая разработка и это неважно это новая разработка какой-то кастомной системы или это новая разработка связанная с тем, что нужно заново заимплементить какой-то продукт, потому что мы в продуктовой разработке тоже участвуем. Либо переделывание старой системы, имплементационное или внедрение это адаптация, настройка и внедрение систем на базе каких-то платформ. Например, на базе Salesforce или на базе какой-нибудь CMS системы или ERP системы. Суть в том, что уже есть какой-то продукт. Интеграционный это тоже все просто. Есть как минимум две системы, которые нужно заставить работать вместе. И эволюционный это когда есть какой-то продукт, система, приложение, которое постоянно развивается и улучшается и изменяется. Вот это наверное самое существенное, что может повлиять на подходы работы бизнес-аналитиков. Потому что в зависимости от каждого типа проектов бизнес-аналитику придется перенастраивать свой мозг на работу в другом ключе и использовать другие подходы и другие инструменты. Сейчас давайте так, чтобы не заснули. Поиграем в машинки. Опять же интересно просто знать насколько вы вообще задумываетесь над тем на каком типе проектов вы работаете когда вы приступаете к новому проекту. Ваше задание будет следующее. Я дальше представлю буквально несколько трактных описаний проектов и вы должны будете определить что это за тип проекта и связь никого из тех что я перечислила по ценообразованию по методологии и по цели скопу по тем признакам которые вы в этом описании смогли заметить. Итак задание номер раз заказчик просит разработать автомобиль как на указанной картинке с предоставлением ему полного пакета стойте не ему а им полного пакета чертежей он хочет чтобы этот проект был выполнен в установленные сроки и в определенных границах бюджета естественно то что вы должны представить после эстимации этого проекта а также он хочет чтобы в рамках этого проекта было поэтапная демонстрация результатов как вы думаете по ценообразованию какой это будет титр проект по методологии я бы сказала групп да итерационный и по типу скопу много разработок задание номер два не согласовала поддерживать у заказчика есть автомобиль который хоть и работает но перестал удовлетворять его современным требованиям я думаю все согласятся заказчик просит разработать новый автомобиль с тем же назначением и основными функциональными требованиями но безопаснее устойчивее быстрее и привлекательнее он просит завершить разработку через год при этом ему хотелось бы постоянно контролировать промежуточные результаты по ценообразованию данный материал нету явного требования что зафиксируйте мне цену по методологии аджайд здесь ну либо можно итерационный конечно тоже подпихнуть либо аджайд и по типу новый автомобиль то есть у него реинжиниринг да редизайн реинжиниринг то есть в отличие от первого случая здесь придется знаете как есть игра да сравнив две картинки и найди десять различий то есть придется смотреть на какую-то старую систему и повторять ее функциональные особенности в новом но делать ее лучше при этом и задание номер 3 заказчик просит разработать автоприцеп для перевозки бобного мотоцикла как на указанной картинке заказчик просит предоставить оценку сроков работ по данному проекту однако согласен на ежемесячную оплату работ проектная документация по что ж мне с поддержанием его не интересует но только в рамках разумного по ценообразованию опять не указан никакой фикс по методологии тоже agile можно не согласиться давайте на самом деле объем документации не зависит от проекта давайте в definition of down запишем что мы хотим документацию будет документация любая то есть это как бы здесь от процесса не зависит сколько документации если нет документации это SCRUM это неправильно а кто сказал что в SCRUM нет документации или не надо то есть как бы на основании этого поговорить что это там будет именно SCRUM написано проектная документация его интересует его интересует то есть он просто не зацикливается на том чтобы она была строго фиксирована в каких формат а мы сейчас что обсуждаем это тип проекта по способу организации методологии или по способу организации документации вообще стоит ли вводить такой параметр как метод документирования разделение процесс по типу а это будет влиять знаете на что на то сколько вам понадобится бизнес-аналитиков на проекте при этом зависимости от того какая будет выбранная методология тоже будет вот это варьироваться я не соглашусь совсем потому что если у нас фиксирована объем документации у нас вне зависимости от того какой у нас методология выбрана фиксированное количество там аналитики часов или аналитики книг которые любят истимейт по аналитикам у них будет одинаковое вне зависимости от а кто говорит что я хотела чтобы информация о документации определяла какая методология то есть это скорее просто такая дистактор называет информация дополнительная информация на самом деле конечно же методология будет зависеть зависеть от того кто продает проект и от степени готовности заказчика быть уговоренным вот понятное дело пьем который допустим 10 лет пилил проекты используя там группы или какой-то там свой итернационный подход он будет продавать рубки да и он будет говорить мы начнем с такой-то фазы потом там то потом так да пьем который привык работать по эджайл он даже вот под эти кондишены под эти условия он сунет эджайл верьте мне при этом он дает что существует не итернационная методология хотя бы одна хотя бы одну назовите да канваны ну то есть смотрите если уж придираться к словам да даже канван даже свой собственный эджайл или там свою собственную методологию через одно место все равно итернационно да потому что каждый реквариумент начинается с того чтобы его проанализировать его заимплементировать его оттестировать и его доставить да вот вам 4 итернации если обратную связь убрать любой процесс станет не итернационным если вот именно поэтому скажем так это скорее ну некая попытка хоть как-то классифицировать да причем придуманное даже не может да а мы отклонились от темы по по скопу работ по цели проекта это что будет это работа а интеграция потому что вам нужно сцепить два элемента а что еще это может быть нет это на самом деле это будет новый на старую машину и старые вот именно то есть я поэтому и говорю что когда я упомянула вот эти три основных типа это не означает что вы в жизни найдете вот чисто вот разделение по этим типам а в жизни проект может быть настолько намешан что просто напросто трудно будет даже понять что это такое но тем не менее если бизнес аналитик попытается хотя бы вот по этим трем типам разложить себе картинку декомпозировать он сможет проще точнее ему будет легче понять как настроить свой мозг на работу на взаимодействие с заказчиком и с командой какой объем работ он способен выполнить чтобы знаете я всегда называю бизнес аналитики бегут впереди паровозы а не локомотивы если они начинают тормозить то все вагончики сзади начинают о них складываться вот так вот если бизнес аналитик задумывается о том что это за проект хотя бы с точки зрения этих трех типов он дальше сможет себя себя адаптировать в первую очередь и вот здесь я хочу начать разговор о том может быть даже какое-то обсуждение живое то есть призываю вас да по ходу задавать вопросы комментировать вспоминать свои какие-то примеры из жизни с моей точки зрения да прежде чем бизнес аналитик попадает на проект хотя на самом деле наверное это можно отнести и к разработчикам и к тестировщикам он должен четко понять какой процесс работает на проекте или какой процесс собирается запустить на проекте если это новый проект да но он только стартует и вот на самом деле как бы да здесь для всех типов процессов да есть свой список точнее есть общий список моментов то есть нельзя сказать что в зависимости от какого-то из них на что-то можно уделять внимание на что-то нет а будет варьироваться только инструмент и форматы но мне кажется обязательно прежде чем попасть на проект бизнес аналитик должен понять структуру контактов кто есть кто за что отвечает потому что это на мой взгляд первый важный success-фактор когда бизнес аналитик знает кому идти за вопросом да и кому что отвечает и кто что от него ожидает это второй пункт разработка плана коммуникации да обычно мы это делаем в виде такой матрицы где перечисляем все артефакты связанные с проектом мы делаем это для проекта но там большинство артефактов будут те с которыми работают именно бизнес аналитики это начиная от допустим software requirement specifications и заканчивая статус рекордами или метриками да то есть определяем матрицу список артефактов дальше кто ответственный за артефакт для кого артефакт что в этом артефакте какие задачи решают и как часто артефакт изменяется дальше определить список необходимых документов и формат если бизнес аналитик перед входом в проект не попытается сказать стой и договориться для начала с самим собой а потом с заказчиком крескоматы какие я артефакты буду делать в каком формате а здесь вот это очень-очень будет зависеть того какой у вас тип проекта да у вас у вас просто будет слишком много лишней работы то есть каких-то делок-переделок и последний инструментарий если бизнес аналитик опять же перед входом в проект не задумывается над тем какой у него есть инструментарий какой он собирается использовать либо какой принято использовать на проекте тоже будет очень-очень много лишней работы потому что здесь для начала хотя бы понять знаю ли я этот инструментарий или не знаю может мне нужно какой-то тренинг пройти может мне дополнительно какую-то информацию почитать может быть мне нужно у коллег спросить да скажите да скажите пожалуйста а различные инструментарии от типа проекта типа по методологии да да опять же из моей практики вот точнее смотрите все будет зависит от того как вы договоритесь на конкретном проекте но из моей практики итерационные проекты они обычно более формальные обычно более формальные требования к документации да потому что на том на итерационные да что есть итерация у нее есть вход и должен быть выход да и так из итерации в итерации и получается что на итерационных проектах там больше используется какой-то такой например бордовской документации или там excel какие-то да и соответственно вам нужен инструмент соответствующие инструменты либо для хранения этой документации либо для трекания там да версионности и так далее а понятное дело что никто не запрещает для этого использовать и wiki-based да какой-то прочь и сегодня одна из презентаций как раз таки о построении вики да кстати птичка вот я когда посмотрела содержание да я поняла что очень много докладов как раз вот на те темы которые я здесь буду так поверхах схватывать да ну просто они детально расписаны так вот в agile смотрите если вы работаете в agile сразу забывайте про ворд документ спецификацию вордовских новые вы захлебнетесь вы утонете вы утонете вы утонете в traceability поэтому для agile мы для себя випами определили только вики будет ли это у вас google сайт классная штука кстати как я ее полюбила ну вот по полюсе компания она запрещена использовать а confluence или там еще какой-нибудь там другой вики энджин их целую кучу как-то даже перед стартом одного проекта у меня бизнес аналитик присутствует вот здесь она просто делала эволюэйшн вики лайк систем для того чтобы их возможности исследовать и что я могу сказать что при выборе вики систем бизнес аналитик в первую очередь должен ориентироваться на то чтобы изи легко добавлять странички легко их редактировать чтобы вики поддерживала какой-то медиа контент картинки может быть даже авишки там окей видеоролики да поддержку аттачментов и так далее да что еще можно сказать ну что-то свое ну здесь всегда действительно что-то свое рекомендации дать насчет что-то свое я не могу но когда вы видите когда вы приходите либо на итерационный либо на agile проект инструментарий имеет значение для agile это всегда должно быть что-то быстрое иначе вы утомите иначе как я вот говорила вагончики накроют бизнес аналитика то есть бизнес аналитик видит юстис да бесполезно а можно вопрос все-таки вот по скраму все-таки это больше формат документа а вот именно необходимые документы какие вы ждете от своего бизнес аналитика на ваших проектах мы используем подход в юзер сторис то есть вот если использовать google сайт то там можно даже задать шаблон страничке его сохранить что сильно убыстряет вот написание этих юзер сторис потому что задаем сразу формат я как пользователь такое-то хочу сделать что-то чтобы достичь работы есть они еще сопровождаются смотрите в чем минус разработки только по лидер сторис раздрабливается понимание системы декомпозируется на очень маленькие кусочки да и охватить цельную картинку тогда уже сложно особенно по прошествии какого-то времени и здесь мы обычно используем контекстную диаграмму бизнес аналитики рисуют какой-то контекст если допустим у вас в системе есть навороченная бизнес логика по управлению правами доступа то и и вот эта система это модуль управления правами доступа эволюционирует вместе с разработкой программы если его раздробить просто на юзер сторис никто никогда в жизни потом не определит а как же он в целом работает да поэтому у нас бизнес аналитики в таких случаях создает создает некий единый документ в случае с правами это excel очень удобный формат где они описывают матрицу прав и каждая новая юзер сторис просто ссылается на этот документ в нем что-то добавляют а юзер сторис описывает изменения в том документе и уники это можно делать да это можно опять же взять как пример google сайт там же google docs они рядышком лежат и мы очень интенсивно использовали именно вот это сочетание google docs google сайт и как у них называется фотогалерея пикассо 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 то есть если нам нужно было какие-то муки хранить то мы их загружали в пикассо и со страничек уже юзер сторис просто вставляли из пикассо замечательно такой вот комплекс получился и реальность такая такое вики проекты создается очень быстро и у бизнес аналитика не уходит слишком много эфора на то чтобы это все поддерживать и у нас есть такая ситуация он бродит по скаму или бродит в в процессе сделано такая ситуация когда поступает информация бродит что новая фича зафиксован продукт каким-то образом эту информацию мы обычно называем бизнес рулами факт в том каким образом проектов куда ее вложить или это отдельный документ но по сути если приходит на учеб на проект то для этого мы делаем и соответственно потом вся информация специфика работы системы приоритет свойства нужно определиться ну я вот уже прокомментировал например управление первичным правами доступа то есть если у вас система с бизнес то мы заводим документ и юзер стори тогда линки во всех вики системах достаточно легко встанет в вики у вас может быть бизнес rules это отдельная страничка на которую вы постоянно просто отсылаете и у нас смотрите юзер стори не только включает секции я как юзер такое-то хочу сделать то-то чтобы сделать то-то но там есть описание то есть формат описание major flow дальше acceptance criteria да критерии условия приемки и там например ноутбу developers или еще что-то в этом роде где как раз таки мы добавляем вот такие особенности да то есть здесь чтобы это юзер стори заимпрометить ты должен посмотреть вот тот документ например в контекстную диаграмму или в доменную диаграмму называть это как хотите да чтобы понять как вот это юзер стори может повлиять на всю остальную систему то есть если смотрите если у вас есть какие-то повторяющиеся элементы или ограничения не знаю или свойства системы лучше их конечно в каком-то едином месте хранить потому что юзер стори раздрабливают это понимание в таком случае еще вопрос кто-то должен быть ответственность за видение такого рода информации то есть как правило я могу девелоперы тестер или нужно идти ставить бизнес на риск на известность чтобы он как-то это показывал самостоятельно смотрите у нас я тут могу рисовать а там стас не дал рисовал прям на экране что-то рисовать понимаете мы не умеем не умеем не умеем не умеем не умеем пользоваться значит смотрите когда я продаю agile процесс с включенными бизнес-аналитиками я рисую схему примерно так заказчик или там продакт-поунер разработчики тестировщики бизнес-аналитики будут здесь у нас бизнес-аналитики отвечают за консистентность документации в основном да и если поднимаются какие-то вопросы по документации не важно кем заказчикам разработчикам тестировщиками об этом информируется бизнес-аналитики потому что они первые кто должен об этом знать чтобы обсуждая следующее требование это учитывать но при этом смотрите как мы строим работу в команде мы говорим что бизнес-аналитики это во-первых первый источник информации от заказчика в команду во-вторых это ответственное заведение всей документации но при этом вся остальная команда и разработчики и тестировщики обязаны проактивно относиться к реквайрментам и документации что это означает если разработчик берет в имплементацию реквайрмент он должен на него посмотреть критически если он видит какую-то неконсистентность с его точки зрения либо какие-то технические ограничения которые этот реквайрмент порождают а бизнес-аналитик не учел это просто в силу того что он может технически так глубоко не понимать систему или вот эта техническая причина лежит где-то очень-очень низко ее можно видеть только изнутри кода девелоперы обязаны об этом сообщить не говорить что ну как ты написал так и сделал а обязаны давать постоянно обратную связь тестировщики почему я говорю у нас в аджале и бей и тестировщики и разработчики они одинаково работают одновременно тестировщики пока девелопер имплементит что у нас делает тестировщик он считает юзерсторий и тоже тестирует юзерсторий на консистентность и самое главное смотрит на acceptance критерия если он видит что acceptance критерия не полная то тестировщик да могут и сам отредактировать особенно если мы в виде используем но об этом должны знать все для этого в скраме существуют митинги чтобы апдейтить как-то друг другу если тестировщик во время тестирования что-то замечает какой-то не смач того что он видит уже заимпоменченные того что написано в юзерсторий то опять же идет обратная связь да и выясняется это либо баг ну либо либо разработчик не прокомендают либо короче либо пак системы либо пак документации вот и они обязаны прийти к общему знаменателю ну то есть вот поэтому так и получается да кастомер разработчики тестировщики и вот здесь там бизнес-аналитиков изобразили да то есть с ручкой и блокнотом как-то с ручкой шамре так что ли ну я не знаю заказчик это именно продуктован да здесь я не знаю так так я так не услышала роль продактоунера кто выполняет ваш би или как как вы его решает мы же работаем всегда заказчиков мы же не продактовая компания поэтому продакт оунер это со стороны заказчиков во время заказчиков бей это прокси да здесь я в каком-то из источников я прочитаю а вот про бей именно бей это прокси между продакт оунером и командой но при этом смотрите мы своих бей стараемся учить так ты не стенографист типа а расскажите что вы хотите сделать а как вы хотите это сделать да бей у нас не стенографисты они приходят к заказчику с вопросами что вам надо кому это надо для чего это надо а как это ложится на ваши бизнес-процессы а как у вас работают бизнес-процессы они не спрашивают у заказчика а расскажите как вы это хотите да такие вопросы тоже задают ну потом уже когда выяснили бизнес-нит так называемый или юзер-нит потом конечно могут задать вопрос а вы хотите тут кнопочку красную или зеленую да но прежде чем понять что такое requirement задают вопросы для кого и для чего в этом в этом контексте мне когда-то я ходила на тренинг Сергея Бережнова а там он такой тестовый таск мне потом сказали что это оказывается на красотовский тестовый таск вот он нам задавал да задачу заказчик просит построить дом для семьи из папы мамы и ребенка предложить предложить solution ну и то есть вы можете задавать любое количество вопросов на все вопросы будут открытые ответы вот и каждый из наших групп начало сколько этажей материалы а сколько комнат а ступенечки еще что-нибудь потом в конце мы нарисовали каждый свой проект расписали почему этот проект именно то что нужно для семьи и все мы получили два балла да все мы проекты завалили почему то что семьей это оказалось оказался жираф жираф и жирафенок да вот и то что мы нарисовали абсолютно не подошло поэтому своих бизнес аналитиков мы учим начинать с того для кого потому что сразу пойдет тысячу вопросов да а это я на какой-то вопрос отвечала я так далеко ушла уже забыла на какой вопрос отвечала так как продактонера на вашей стороне не бывает он всегда вот задавший да то есть у вас да ну на нашей стороне продактонер было бы только в том случае если мы были продуктовой компании мы не продуктовая компании работает со стекхоундерами то есть одного выбрали то есть бизнес аналитик мы можем говорить о том что наш продакт-клонер есть в том случае когда бизнес аналитик работает он сайт то есть бизнес аналитик выполняет роль product-конера да он ходит там по бизнесу выземляется аватары product-конера да он ходит там по коридорам кабинетов кабинетам кастомера собирает реквариументы и потом эти реквариументы транслируют на команду. Наверное, тогда так можно назвать, что это продакт-то умер наш. Но в основном ситуация такая, что это заказчик, а это команда. И такая схема очень хорошо работает, когда бизнес-аналитики ремонтно. Необязательно. Я поняла, что не обязательно сайт. Скажите, а Вы пишите, что у Вас необходимые документы определяют именно аналитики? Вы так присылаете? Да, на этапе подготовки. Договор прописываете? Да, прописано. Если это какой-то новый проект стартует, если это проект на какой-то бизнес, потому что у нас же очень много так называемых Independent Software Vendors, там определяются эти форматы с сенсами кастомера. Это прописывается в договоре, потому что это в реальной эстимации, потому что у меня потом будет зависеть, за сколько у меня бизнес-аналитиков. Мы вывели такое соотношение на одного разработчика. Один бизнес-аналитик, два разработчика. Если это agile, то меньшее количество бизнес-аналитиков захренется, либо качество документации будет очень поверхностным. И вот это продать надо. Но мы, знаете, как это продаем? Зато Вам нужно меньше тестировщиков. То есть они потом еще тестируют бизнес-аналитиков? Нет. Нет. Просто качество документации лучше, соответственно, а выход качественнее. Переделывать меньше. Переделывать меньше, да. У меня такое ощущение сложилось, что Вы не имеете в виду для разработчиков. А какие-то документы, ТЗ, например, то есть они разрабатываются как раздельно? Все, конечно же, да, зависит от того, какой проект и что мы делаем. Разработкой может заказчик идти со своим ТЗ, может мы разработать ТЗ в рамках Элабары. Ну, иногда такие тоже бывают, да. Обычно у нас это в имплементационных проектах, да, Оля? Я права? Заказчик приходит с каким-то уже техническим заданием. А? Которая, конечно, переписывается. Вот там у нас девочки тоже, да, пришло ТЗ на систему Salesforce, да. Который попросил Project Manager отревьюовать бизнес-аналитики отревью, и он весь красный ушел обратно к заказчику, да. Ну, это, ну да, если мы говорим про методологию, то, конечно же, на различных этапах это будет что-то разное. А там у девушки был вопрос. Да, у меня был вопрос, где вместо аналитики, если продакторная, в другой раз, по импланированию, то есть участвует вся команда, продакторная присылает готовую юзер-сторию, которая есть в баклоге, соответственно, мы все это обсуждаем, у нас, ну, такая достаточно команда, которая все во всем заинтересована, всем не наплевать, но есть процесс, и по итогу, в общем-то, аналитика может связаться только в том, чтобы скоординировать вот это общее понимание, и написать немножко. Это и есть... Знаете, есть ли у вас такая ситуация, что продакторная сторона заказчика, я так понимаю? Да, продакторная сторона заказчика, и он очень активно хочет участвовать в процесс, поэтому пишет юзер-сторию в постраженном блоке, но более того, что это достаточно глубокими знаменитыми системами, чтобы эти требования были достаточно варить. Смотрите, ну, в вашем случае вам повезло, да, у вас на стороне заказчика есть продукт-уумер, аналитик, если он вам пишет качественные юзер-стори, то вы должны быть счастливы, да, то есть и вам бизнес-аналитика как такового же не нужна, да. А вот эту схему мы используем, когда на стороне заказчика, тот, кто называется продактор-уумер, это скорее человек, который говорит о том, что нужно бизнесу, да, и у него, он не пишет документацию, он не пишет юзер-стори, да, он просто говорит, что нужно. Да, бизнес-аналитик, он участвует в планировании операции, но он участвует только определением приоритетов, вот, и все. Ну, а кому он говорит, вот, он говорит, 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 кому он говорит об этих требованиях, что значит говорить так? Бизнес-аналитик, он говорит, что написать, а бизнес-аналитик как стенографист пишет. Нет, я же вам сказала, что бизнес-аналитик, а разница между чем и чем. Я, вот, смотрите, вы говорите, с одной стороны, да, ты не должен, вот, своему бизнес-аналитику, ты не должен сваливаться в стенографирование, да, с одной стороны. С другой стороны, продактор-уумер ничего не пишет, и все равно приходится, фактически, записывать полностью юзер-стори за ним. Продактор-уумер не выдает никакой документации, да. Потому что продактор-уумер, можно сказать, я, в общем-то, зеленую косточку, а бизнес-аналитик уже должен, как бы, размер, косточку, точнее, учитывать, да. Давайте так, я так понимаю, что пошел раздравить мозгой из-за того, что определение продактор-уумер, да, каждый понимает по-своему, да. Да, по теории Джайла-Скрана, продактор-уумер – это тот, кто генерит юзер-стори и пишет их, да. В нашем случае не обязательно, да, что он это делает. Продактор-уумер – это тот, кто отвечает за идею продукта, системы, приложения, неважно, да. Он генерит идей, потому что он находится внутри бизнеса, и он знает, что для бизнеса нужно. И он отвечает за эти идеи. И он отвечает за эти идеи, потому что эти идеи потом либо на этих идеях, либо потом компания зарабатывает, либо экономит деньги, правильно? Я имею в виду компания заказчика. Ну, я вот здесь через запятую, да, написала. То есть, вот в случае девушки, продактор-уумер на стороне заказчика – это вот этот классический продактор-уумер, который сам все пишет, да. А в том случае, который я упоминала, это, например, проект-менеджеры его могут называть. Это может быть начальник какого-нибудь отдела, неважно, да. То есть, ну, важно что? Что он просто генерит идеи. Он транслирует потребности бизнеса и потребности пользователей, да. Вот. Но он не тратит свое драгоценное время, дорогое время на то, чтобы детализировать, да. Этим занимаются бизнес-аналитики. В них падает requirement, мне нужен экспорт, да. Бизнес-аналитики начинают спецификовать. Бизнес-аналитики задают ему вопрос. Для чего тебе этот экспорт? Какие данные мы будем экспортировать? В какие форматы мы будем экспортировать, да? То есть, в вашей схеме это, получается, человек, который просто выдает бизнес-требования, не бей, это человек, который уже переделывает и фактически функциональные требования, такие более глубокие... Да, смотрите, я здесь просто, ну, постаралась обобщить ситуацию. То есть, продактонер классический, вот, PM, да, то есть, я не знаю, можно там назвать безвик, музей, бизнес, да, бульсмен, как угодно, да. То есть, ну, здесь кто, да, представитель заказчика, да. А кто ограничивает вот этот поток идей от бизнес-оунера, чтобы они не выходили там за рамки... Бизнес-аналитики. То есть, а кто отвечает, вот, кто, как снимается ответственность с аналитика за итоговый результат? А в планировании итерации на что? То есть, а на что участие... Бизнес-оунер должен обязательно подписать, четко вычитать все юзер-стори, которые ему предоставили, и согласовать их. В любом случае, он тратит свое время на то, чтобы какую-то концепцию и то, что до него донесет аналитик, типа, вот мы вам сделаем это так, он должен с этим согласиться, и только после этого все будут что-то делать. Смотрите. Иначе аналитик берет на себя ответственность за то, что, типа, так хотим клиентам. Смотрите, все это зависит от степени доверия заказчика к вам. У нас как это работает? Заказчик нам доверяет. Он участвует в планировании итераций. Он выставляет приоритеты своим требованиям, и во время планирования он говорит, да, я подтверждаю, что это, это и это, и это требования мы делаем в рамках этой итерации. Бизнес-аналитик это все специфицирует. И она не мненит. А бизнес-аналитик все это специфицирует, а потом же мы в конце итерации делаем деливери. И мы, вы знаете, я вам не совру, на стороне заказчика не было тестировщика. Они там, она там то в декрет, то заболела, то еще что-то там. И мы постоянно вдолбили заказчика. Если вы не будете акцептовать наши итерации, мы будем находиться в зоне риска, что мы вам доставляем не то, что вы хотите. Мы настаивали на том, чтобы каждая итерация проходила акцептность. И они нам присылали формальное подтверждение, что в конце итерации они получили то, что они предполагали в начале итерации. Вот таким вот образом нам удалилась. Если у вас такой заказчик, который... Нет, дело не в этом. Смотрите, он говорит, я хочу сферического коня вакуума, например. Вообще непонятно, что хочет. Аналитик с ним сидит, работает, выщемлет оттуда детальные эскейсы, грубо говоря, роли там, все такое. Но они все равно общие. То есть я хочу, например, нажать на кнопку и там соединиться с Кремлем. А уже как бы аналитик вместе с архитектором прорабатывает, как же концептуально это будет делать, через что, через куда. И примерно ему очерчивает слово. То есть, грубо говоря, ну не так детально уже, но говорит, например, ну вам, чтобы это сделать, придется там то-то-то-то-то, и это будет так-то соединяться. Он такой, ну, примерно давайте так делать. А потом уже детально это все специфицируется. Но вот просто кинуть такой импут и в конце выдать ему, ну вы так хотели, а уже время потрачено, силы затрачены, и все все разработали. Он сказал, мне это так и хотелось. Поэтому у нас бизнес-аналитики, у нас же, как сказать, у нас бизнес-аналитики бегут на итерацию вперед. Это понятно. Но я имею в виду, если так согласование, насколько оно глубокое. По ходу, да. По ходу. По ходу есть, конечно. То есть, каждый. Да. Поехали дальше. А о чем стоит подумать в бизнес-аналитике? Или над чем стоит задуматься в бизнес-аналитике, если проект фикс-кост? Смотрите. Если вы не знаете домена, то вы в риске того, что вы будете работать по 24 часа в сутки. Поэтому постарайтесь перед таким проектом хотя бы домен как-то изучить. Если вы не понимаете границы проекта, если вы не очертили предположения, если вы не знаете ограничений и риски, вы будете находиться в риске, что вы будете перерабатывать, что вы заделиверите мне то, что нужно заказчику. Поэтому об этом бизнес-аналитик должен у тебя заставить подумать просто. А требования к набору артефактов и их формата, это то, что мы немножко касались, да, обязательно перед началом проекта. И мы стараемся именно в договоре указать, что наши deliverables, так называемые, включают это, это, это. Мы даже специфицируем то, что нашим deliverables является имплементацией, которая состоит, собственно, из разработки и разработки юнит-тестов, чтобы они понимали, что время, которое мы истимировали, включает и то, и другое, да. Не было бы потом вопросов, почему так долго. Обязательно договориться о процессе уточнения требований. Если вы попали в проект, который уже идет, и там нужно что-то отлаживать, значит, вы по ходу работы должны отлаживать четкие процессы. Знаете, у меня был случай, вот, вот этот проект в 2004 году, когда заказчик был постоянно недоволен. К нам спецификации приходили, не поверите, в ордовских документах, в экселевских документах, в аксесс базе данных, в сиквел сервер базе данных. То есть они нам присылали в бэкап базы данных сиквел сервера. Это была наша спека. Я каждый раз бралась вот так вот за головой, боже, опять новый формат. И в какой-то момент, да, мы просто настоялись, давайте мы ограничим, в каком формате вы нам эту информацию предоставляете. И мы им сказали, вот, для нас достаточно, если вы нам предоставите в ходу информации, вот в таком формате, да. Вот, поэтому очень важно, чтобы бизнес-аналитик договорился по процессам уточнения требований. И в фикс-прайсе очень важно договориться об процессе управления изменений, потому что любой фикс-прайс всегда стремится вылезти за фикс-прайс, да. И бизнес-аналитик, если он в такой проект включен, я считаю, он в этом проекте просто незаменим, да, должен просто внимательно смотреть, а что входит в границы. Если бизнес-аналитик работает на тайминг-материал проекте, то здесь, да, там, смотрите назад на методологию. Здесь очень важно просто договориться о коммуникационных схемах, о том, что ожидается от бизнес-аналитика, о том, что он кому должен, и как он с кем коммуникирует, и в каком формате пишет. И вот это очень важно, задуматься про соотношение. Ну, опять же, не нашла хорошего, бесплатного слова, capacity, да. Capacity, мощность бизнес-аналитика с объемом работ, тайминг-материал, и с размером команды. Еще раз говорю, вот мы высчитали соотношение. Один бизнес-аналитик, два разработчика. Это ваджай. Это в том случае, если вы хотите, чтобы уровень документации был достаточно подробный. В противном случае, это будет очень high-level, и вы будете получать тоже все то же самое, если бы и бизнес-аналитика не было. Как это продать заказчику? Ну, ноу-хау. Из последней, в зависимости от цели проекта, есть ли это новая разработка? Кстати, хотела оговориться вначале, но вот забыла, да, так убедили меня вопросами. Понятное дело, что это не все, да? Над чем стоит бизнес-аналитику задуматься? Если у меня поместило все, то вы бы уснули, глядя на этот слайд, да? То есть это какие-то основные моменты, которые играют определяющую роль в организации работы бизнес-аналитика. Если новая разработка, то бизнес-аналитик должен помнить о системных требованиях и границах проекта. Причем под системными требованиями должны пониматься не только функциональные требования, но и нефункциональные требования. Если бизнес-аналитик забыл уточнить требования по перформансу, по отлику, по юзабилити, еще по чем-нибудь, вы будете находиться в риске, что ваш проект вывезет за бюджет. Если заказчик не может дать на это ответ, вразумляя такой вот... Значит, предложите ему свои выборы. Не можно предложить. Конечно. А если он в итоге не согласится с ним? Такого быть не может. Я не верю. Ребята, я не верю, что нельзя договориться. Мое персональное убеждение, проверенное... Скольфин с 2004 года, сейчас 2012 сколько лет? 8 лет. 8 лет, да? 8-летним опухом. Работаю с разными заказчиками. Нет плохих проектов. Есть плохая коммуникация. Все. В каждом конкретном случае просто нужно разбирать каждый конкретный кейс, как выправить коммуникацию. Просто нам не хватит ни дня, ни двух, ни трех. Нет плохих проектов. Есть плохая коммуникация. Нужно искать подход к каждому человеку. Особенно если он на стороне заказчика. Не знает, как сформулировать сам? Предложите ему. Не знает, что из того, что есть выбрать? Подскажите, почему ему нужно выбрать пункт А и пункт С. Что это ему даст? Объясните ему, что это ему даст. Вообще, когда вы заказчику что-то коммуникируете, объясните ему, для чего ему это нужно. Нужно сделать рефакторинг системы. Кто верит в то, что можно продать рефакторинг системы бизнес-заказчику? Продавала. Рефакторинг систем, зная, что мы облажались сами. Продавала. Ну, то есть продать рефакторинг системы в том случае, когда архитектура системы нами же самим неправильно было сделано. для новой разработки. Контроль, реализация целей и всех основных требований. Смотрите, новая разработка. Тайминг материал. Как убедиться, при этом дата-то стоит. Заказчик хочет к первому марту, к восьмому марту в подарок своей жене. Преподнести новую онлайн-систему, которая там им миллионы нарисует на банковском счету. Дедлайн все равно всегда стоит. И бюджеты всегда заказчик хочет понимать. Потому что нету open-ended бюджета. У любого заказчика бюджеты всегда ограничены. Как можно убедиться, что к восьмому марта, начиная с первого апреля, то есть к восьмому марта следующего года, начиная с первого апреля этого года, вы сделаете то, что заказчику нужно, и то, что будет ему приносить деньги. Знаю только, в общем, high-level. Вот в начале вы знаете только high-level, что ему нужно. Внутри что будет, непонятно. Архитектура, непонятно. Как можно убедиться, что к восьмому марта вы сделаете то, что нужно. Если это на примере машинок наших любезных, что восьмого марта будет готов не только автомобиль, но и колеса к нему прикручивать. Потому что без колес автомобиль смысл имеет. разбит на мейлс-тоунг. И заставлять бизнес-аналитиков каждый раз, когда планируют итерацию следующую, держать заказчика в рамках мейлс-тоунга. Не давать ему уйти в дебри, особенно в дебри юзабилити. Хочу еще такую дюшечку, хочу еще такую фишечку. Бизнес-аналитик должен фокусироваться на основных целях и задачах. и расставить вот эти промежуточные вешки, которые и позволят убедиться в том, что к восьмому марту будет то, что нужно. А рюшечки и фишечки после восьмого можно дореживать. Главное, чтобы эта система была взаимна. И ключевые пользователи. Про жирафиков я вам уже говорила. Если вы не знаете, для кого вы делаете, вы накосячите столько, что мамма-мя. То есть вам придется делать и переделать. Если это имплеменционно, на платформе существующей системы или на существующей платформе. Если вы, как бизнес-аналитик, не знаете возможности ограничения платформы, будьте готовы к овертайну. Если у вас нету шаблонов, артефактов, будьте готовы к тому, что вы будете делать и переделывать. Сосфорсовцы, да? Достаточно было пройти через один проект, чтобы наработать шаблоны артефактов, которые следующий проект помогут сделать эффективным. И девчонки не будут оверталить. Проведение ГЭТ-анализа. Знаете, что такое ГЭТ? Соответствие и несоответствие платформе с тем, что хочет заказчик. То есть если вы упускаете этот момент, вы будете в риске того, что вы будете не по овертайнуч, не выделать, не переделывать. Интеграция. Список контактных видов со стороны интегрированных систем, особенно технических, если мы говорим про какие-то API различных систем. То есть если вам нужно заинтегрировать систему А с системой В, и если вы не знаете, с кем контактироваться на той или другой стороне, вы будете в риске. Готовность систем к интеграции и бизнес-правилам. Если вы не понимаете, насколько система А скрещеваема с системой В, для этого, конечно же, бизнес-аналитику понадобится, возможно, технический специалист, который поможет разобраться. Бывают же бизнес-аналитики с директорским биграундом, они и сами могут разобраться. Оценить готовность, есть ли необходимые API или нет. Потому что это все будет влиять на стоп ваших работ. И если вы об этом не подумаете, готовьтесь к овертаймам либо делке-переделке. Интеграционные входы, выходы и их спецификации. Бизнес-аналитик четко должен достать из заказчика, что он хочет из системы А и вливать в систему В и обратно. И четко это заспецифицировать. Иначе будут риски того, что система просто невалюно работает. Эволюционный проект. Опять же, если вы попали в процесс, в проект, который занимается разработкой какого-то продукта или системы уже какое-то время, в моем случае, там уже был продукт, разработанный не нами, который нам достался, и бизнес-аналитика там не было, и я туда бизнес-аналитика встраивала, и сама, точнее, сначала играла в бизнес-аналитику. Пока вы не разберетесь, что это за система, вы бесполезный бизнес-аналитик. Потому что бизнес-аналитик должен понимать ограничения и возможности приложения. Чтобы не перегружать девелопмент-команду лишними вопросами. Потому что в этом случае девелопмент-команда будет говорить, зачем он такой бизнес-аналитик, который постоянно вас дергает. Поэтому сели и выучили, нарисовали контекстную диаграмму приложения, разобрались, поработали как пользователи с этой системой. Задумываться о влиянии изменений одной части системы на всю остальную систему. Вам девелоперы и тестировщики будут просто в землю кланяться, если вы будете пытаться отлавливать такие вещи еще на входе сами. если идет изменение в системе управления правами доступа, то как это повлияет на другие части системы? Где, какие еще зависимости могут вызвать? То есть бизнес-аналитик должен помнить об этом и изучать систему настолько, чтобы это понимать. Знаете, у нас на проекте будет такая комплекс-система, база данных и с ней, с одной базой данных, то есть с одной моделью данных, объектной моделью данных работало веб-приложение по администрированию, вин-приложение по администрированию, клиент end-user-client какого-то приложения вин-форумс, end-user-client в приложении веб-форумс. То бишь, изменение в админке, допустим, веб, могло повлиять на все остальные системы, потому что она меняла, например, объектную модель данных, базе данных, соответственно, это эффекта если бизнес-аналитик не понимает эти зависимости, где, например, они будут счастливы, и тестировщики не будут счастливы, да, потому что они не смогут, то есть, как бы, вот это тоже может быть предсказать, и там тут постоянно задают в бане, мне же тут не станут. И необходимость миграции, то есть, когда мы говорим про эволюцию, это же может быть эволюцией в таком ключе, что есть некая система, она работает с какой-то моделью данных, нужно внести какое-то существенное изменение, которое модель данных меняет, значит, представьте, наказывайте вы это изменение на продакшн, и что происходит? Все ломается, да, то есть, бизнес-аналитик, работая над каждым изменением, должен помнить, так, они по влиянию потребуют лет и потом миграцию данных, да, то есть, это вот такие ключевые моменты, но это не все, которые очень важны, для того, чтобы бизнес-аналитик приносил максимальную пользу на проекте, и тогда и разработчики, и тестировщики, и заказчик будут счастливы. Я еще хотела практически знаю, потому что я не думала, что так много говорить, ну, типа так поиграться, у нас пять минут осталось, а может успеем, снова машинка, определите, что за тип проекта, возможные риски, и продумайте, как бы вы организовали работу бизнес-аналитика в этом проекте. Итак, проект. Заказчик просит разработать автомобиль, как на указанной картинке, но при этом он не имеет четкого представления, что же ему хочется внутри. Его интересует ваша предвестительная оценка сроков, бюджетов, и при этом ему хотелось бы на периодической основе контролировать промежуточные результаты, по типу, что это будет agile, скрам, возможно, с ограниченным бюджетом скрам, такое тоже есть, да, то есть не fixed price, не time and material, а такой time and material с ограниченным бюджетом. И, смотрите, вначале четкого представления нет, да, то есть здесь точно fixed price, под fixed price, конечно, очень стрёмно подкидываться. Как вы организовали работу бизнес-аналитика? какие-нибудь идеи? Just few cases. Парочку идей. Я его все с нами. Написать vision. Правильно. Вначале стандамульс vision, который онсайтные поездки. Контроль промежуточных точек. Контроль промежуточных точек, да, то есть когда идет agile разработка, чтобы мы понимали, что мы делаем все-таки то, что нужно заказчику и что то, что мы делаем, не будет потом впоследствии приводить к серьезным переделкам, мы постоянно ему показываем эту машину. Его садим, он щупает, трогает. Что еще? Понимаем, зачем ему нужна машина и ищем примерные, похожие варианты, чтобы показать ему уже реализованное, чтобы можно было на основании их уже доделать что-то и сделать что-то более еще. Контроль границ машины чтобы подошвы не да, чтобы в какой-то момент не оказалось, что он выходил еще парашют. Сколько там у нас минуты? минутка. Минутка. Может еще какие-нибудь минутки. Скажите, пожалуйста, вот если речь идет о интеграции, вы говорите, что нужно контакт с данным интервью. Спасибо. Если нет у вашего заказчика таких контактов, то ваню заказчика пришли, но не хотят создаться. Найдите способы заказчика. Ну, обычно смотрите, но ведь заказчику это нужно заинтегрировать систему. Вы к нему придите и скажите, вам же нужно заинтегрировать систему. Вы понимаете, что если не будем знать человека со стороны системы А и человека со стороны системы Б, мы не сможем вам гарантировать правильность результата. Я бы поспорил. Это частный такой случай. На самом деле очень сильно все зависит от качества регламентирования того, чего мы будем занимать. Вы же не требуете лично-персональный контакт в городе для того, что Ребята, спасибо вам большое тем, кто приехали.